Праздничный концерт Причем для одной из исполнительниц с композицией Сергея Рахманинова «Белелицы, румянецы мои» связана давняя личная история. С этим произведением я познакомилась очень-очень давно. Я когда-то училась в институте, и педагог по вокалу, по народному вокалу, предложила мне исполнить эту песню. Мы в течение года разбирали ее, она очень сложная. В течение года разбирали, и когда дело подошло к экзамену, я уже точно не помню, почему так получилось, но в общем не было концертмейстера, мне некому было компонировать, и эта песня на экзамене не прозвучала. Я закончила институт культуры уже 4 года назад, и вот спустя 4 года мы к ней вернулись. Возможно, еще и поэтому для Евгении творчество Сергея Рахманинова занимает отдельное место. По признанию исполнительницы, это не просто музыка, а нечто большее. Она вызывает целый спектр эмоций и подталкивает на определенные размышления. Я очень люблю этого композитора, потому что у него очень проникновенные произведения, и они особенные, они особенные, они очень сложные, и они в то же время, они очень красивые. У меня ощущение, что я полностью погружаюсь в материал, и я, ну, как будто бы, как я не Евгения Шутова, а та непосредственно героиня, о которой я рассказываю, да, историю, о которой я рассказываю. Концерты и другие праздничные мероприятия, посвященные юбилею композитора, прошли не только в автономии. Практически каждый регион представил творческую программу к 150-летию Сергея Рахманинова. Его музыка по-прежнему волнует сердца слушателей во всем мире. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.